Здравствуйте, дорогие друзья. Снова об испытаниях Авраама. Женить Ицхака и Ривки это божественный план был такой. Все сказанное Богом и задуманное Богом исполнится, независимо ни от каких обстоятельств. В этой недельной главе есть такой пример, хотя немного печальный. Узнав о смерти Сары, Авраам погрузился в траур. И в Торе об этом написано, что и умерла Сара, и пошел Авраам скорбеть, а Саре оплакивать ее. Но почему так? И Сара один раз, потом в продолжение опять сказано Сара. Зачем упоминать Сару два раза? И ведь и так ясно, что Авраам пошел скорбеть о ней. Почему не написано просто и умерла Сара? И пошел Авраам скорбеть и оплакивать ее? Вопрос никто не пробовал ответить на этот вопрос. Далее, кстати, в нашей недельной главе говорится, что сразу понял Авраам необходимость найти жену для Ицхака. А плакав Сару, он отправляет своего слугу Илезера на поиски невесты. Как это все связать? В Талмуде, в трактате Бава Батра, на 16-м листе, сказано, что Авраама был не только сын Ицхак, но была еще и дочь. Там же в Талмуде написано, что учителя эпохи Тесофот, Франции, Германии, 12-13 века задавали себе вопрос. Почему Авраам не поженил своих детей между собой? Ведь для потомков ноха браки между близкими и родственниками не были запрещены. Ответ на этот вопрос, возможно, содержится в нашем фрагменте. В слове «и оплакивал ее» Велик Вкота. Кей такое, Каф, точнее, Каф. Оно маленькое, меньше остальных букв. Оно как бы выпадает из строчки. А если прочесть эту фразу без нее, получится, что Авраам пошел скорбеть о Саре, а дочери ее. Выходит, что Авраам один день лишился и жены, и дочери. Может, мало кто об этом знал, и специально страницы привожу. Теперь понятно, для чего нужно было отправлять Элизера на поиски невесты для Ицхака. Ведь ясно, что в нашем фрагменте Сара упомянута поэтому дважды, и тоже нам ясно, что произошло. Поэтому, да, к сожалению, Авраам оплакивал и жену, и дочь. И вот это вот испытание, я думаю, стало еще тяжелее, то, что мы знали раньше. И так все о женитьбе. Все подводится к женитьбе. Если человек не почитает свою жену, сказано в Кабале, он блокирует для себя каналы благодеяний. Когда жена обижается на мужа, все закрывается перед мужем, поскольку супруги получают все блага сверху только через раскрытие души жены. Если у мужа есть обидно на жену, она тем более закрывается источниками благословения. Вообще, создавая семью, муж и жена прекрасно понимают, что каждый из них рос, воспитывался без оглядки на партнера и разный достаток, эмоциональное развитие, уровень образованности часто разный. Поэтому людям надо подстраиваться друг по другу. Великий Равин Зеев Пулишкин, который много писал об этих вопросах, вывел 10 правил удачного брака. Первое. Это сосредоточьтесь на том, чтобы отдавать, а не брать. Если ваша цель подарить радость партнеру, вы всегда найдете способ достичь этой цели. Вы только выиграете от этого, поскольку людям свойственна взаимность, и даже если она проявляется не сразу. Второе. Это постарайтесь сохранить молчание, даже если ваш супруг, ну, скажем так, обижает вас. Игнорирует, если вот любое оскорбление, вы предотвратите много ненужных слов, и когда все пройдет, можно ставить все на место. Третье. Откажитесь от необоснованных ожиданий. Люди часто вступают в брак для того, чтобы ожидают слишком много, нафантазируют себе. Отказ от нереальных надежд предотвратит чувство неудовлетворенности, гнева. Не ждите, что ваш партнер будет идеальным, и не сравнивайте ни в коем случае его с другим. Четвертое. Что сказал Великий Равин, не спешите клеймить то, что вам не нравится. Постарайтесь взглянуть на все с другой стороны. Пятое. Из этого такого большого списка. Подумайте, как сделать так, чтобы ваш партнер захотел выполнить ваши просьбы. Если первая попытка провалилась, ну, идите дальше, ищите другую стратегию. И помните, что тактичная похвала – это самый лучший стимул. Шестое. Никогда не выпускаете из виду основную цель. Счастье в браке. Если пока что-то не получается, пересмотрите свой метод коммуникации. Измените подходы. Но надо помнить, что счастье главное. Всем будьте готовы к компромиссу. Проявите желание сделать что-то, что вы не хотели. Надо искать компромисс. Дальше не вините своего супруга, не осуждайте его за ошибки. Подумайте, как избежать повторения ошибок, не вызвав сопротивление. И ни в коем случае не оскорбляя чувств партнера. Девятое. Живите настоящим. Это Великий Совет. Что было в прошлом уже миновало. Сосредоточьтесь на улучшении текущей ситуации. А десятое. Спрашивайте каждый день себя, что я могу еще сделать, чтобы создать приятную атмосферу в доме. И не сосылайтесь на то, что а вот он. Мы слишком часто путаем, вот сказано в наших книгах, временное удовольствие с настоящим счастьем. Почему? Потому что ловушка физического мира весьма убедительна и соблазнительна. Когда мы способны их различить, мы можем найти настоящее счастье. Удовольствие, как правило, ассоциируется с эгоистическими стремлениями, в то время как счастье связано с желаниями души. Поэтому главное и основное в браке это пытаться работать по системе дать. Все время давай, не смотри, что мне меньше, мне то дай, и ты обязательно выиграешь эту, ну скажем так, как сказать, не битву, не дай бог, а как бы вот эту работу. Браха вы от слаха, хорошего, всего самого лучшего.